МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем неравнодушным к свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News, еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Корпорация HP ожидает разделения на две компании. Нелегкие времена Samsung. Прибыль компаний упала на 60% и многое другое. Ну а далее в программе расскажу о том, как пользоваться виджетами в системе iOS 8 и заодно поделюсь впечатлениями от мобильной игры Welling Hearts The Great War. Не упущу также возможности поведать об одном классном школьном помощнике для ваших мобильных девайсов. Погнали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, а начинаем, как и всегда, с новостей из мира высоких технологий за прошедшую неделю. Поехали! Одна голова хорошо, а две лучшее. На минувшей неделе HP заявила о разделении на две компании. Согласно официальному заявлению представителей Hewlett Packard, до конца 2015 финансового года корпорация будет разделена на две компании. HP Incorporated и Hewlett Packard Enterprise. К слову, исполнителем-директором потребительского подразделения станет один из текущих руководителей компании Дион Уайслер. В то время как нынешняя глава американского гиганта Мэг Уитман теперь станет председателем компании, сосредоточенной на выпуске потребительских ПК и принтеров, а вместе с тем займет должность исполнительного директора компании, ответственный за выпуск бизнес-решений. Стоит отметить, что разделение HP ни для кого не стало сюрпризом. Напомню, слухи о реструктуризации ходили еще с 2011 года. Предполагается, что подобный шаг позволит бывшему гиганту сфокусироваться на определенных нишах рынка, где конкуренция с каждым годом лишь возрастает. Так что все в порядке и едем дальше. Без ума торговать, только деньги терять. Компания Samsung ждет худший финансовый квартал за последние пять лет. На фоне рекордных продаж смартфонов Apple выручка южнокорейского технологического гиганта продолжает неумолимо падать. Так, по оценкам экспертов, итоги третьего финансового квартала не сулят ровным счетом ничего хорошего. И прогнозы аналитиков говорят сами за себя. Операционная прибыль южнокорейской компании упадет почти на 47%, тогда как продажи рухнут на все 15%. К слову, это самое значительное снижение обоих показателей Samsung с 2009 года. Ну а о новостях на этом все, так что едем дальше. Без какого-либо преувеличения можно сказать, что появление виджетов стало едва ли не самым важным нововведением восьмой версии iOS по мнению большинства мобильных пользователей. Но учитывая, что пользоваться ими научились пока еще далеко не все, предлагаю сегодняшний выпуск посвятить именно им. Однако для начала немного из собственного опыта. Честно говоря, никогда не разделял мнение Android пользователей по части удобства использования этих довольно спорных, на мой взгляд, интерфейсных элементов. Со времен лохматого Android 2.2 не видел ни одного маломальски полезного и действительно толкового виджета, который смог бы хоть как-то пригодиться на практике. Так можно ли назвать решение Apple совместить центр уведомлений с панелью виджетов хорошей и вообще актуальной идеей? Безусловно, да. В отличие от весьма бестолковой реализации на платформе Google, здесь виджеты играют роль удобных, быстрых и информативных инструментов по созданию или потреблению контента. Отныне центр уведомлений в системе iOS сможет предоставить пользователю возможность быстрого написания заметок, хранения или передачи файлов, слежений за предстоящими делами, событиями в календаре, погодой, новостями и даже фотографиями, что в совокупности с привычной возможностью просмотра пришедших пуш-уведомлений отныне делает его полноценным и, что самое главное, удобным органом управления. Всё, что потребуется пользователю для того, чтобы воспользоваться виджетами, это всего лишь скачать какое-либо приложение с их поддержкой вроде Evernote, Dropbox или Yahoo Weather, после чего активировать виджеты через пункт «Изменить» непосредственно в центре уведомлений. Само собой, здесь предусмотрена возможность менять их взаимное расположение, однако изменению размера сами виджеты, увы, не подлежат. Что касается приложений, поддерживающих нововведения Apple, скажу следующее. Несмотря на совсем недавний релиз iOS 8, уже сейчас в App Store каждый пользователь сможет отыскать для себя большое количество разнообразных интересных решений. Лично мне наиболее интересными показались виджеты небезызвестного приложения для создания заметок Evernote, продвинутого ToDo планировщика Wunderlist, сервис сохранения данных Dropbox и калькулятора Peacock. Игра Welling Hearts – это поистине уникальный проект, своего рода маленький шедевр в среде громких и крупных тайтлов. Живое воплощение оригинальной идеи, совмещенное с потрясающим ярким сюжетом, вполне способным, несмотря на кажущуюся простоту, вызвать живые эмоции в душе каждого человека. Здесь, в атмосфере жестокой Первой мировой, лишь сопереживание, злость и искренняя радость вашей верной и единственной спутники на виртуальном игровом пути. По своей сути, Welling Hearts представляет собой графический роман, выполненный в формате своеобразной видеоигры, сюжет которой повествует о тяжких событиях Первой мировой войны от лица четырех персонажей. К слову, переплетено здесь абсолютно все – дружба, любовь, самопожертвование и даже несчастье, упорно преследующее героев в раздираемом на части мире. Да, сюжет здесь, безусловно, хороший, и спорить с этим совсем не приходится. Однако не менее важную роль играют первоклассный геймплей, уникальная атмосфера и составляющие бесспорно красивого оригинального дизайна, невольно захватывающего взгляд игрока и постепенно погружающего в гущу событий. Но, как бы то ни было, главная фишка Welling Hearts – это большое количество комичных, но в то же время трогательных событий, в действительности наталкивающих на очень серьезные мысли. Признаюсь честно, данный проект стал едва ли не лучшей игрой из всех, что я когда-либо пробовал на мобильных платформах, так что цену в 169 рублей игра бесспорно оправдывает. Но, пожалуй, главный ее минус – разделение на отдельные платные эпизоды. Но, поверьте, она действительно стоит того. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам об одном классном приложении, которое наверняка придется по душе любому современному школьнику или студенту, став в буквальном смысле незаменимым помощником на уроках алгебры, геометрии, физики и, вполне возможно, даже химии. Выручить при решении сложного уравнения, построить график или рассчитать интеграл для него вовсе не проблема. Ну так что же это за зверь такой вообще? Расскажу прямо сейчас. К слову, называется приложение Calculator Infinity. Думаю, исходя из названия, суть его уже становится очевидна. Но! Это не просто калькулятор, как может показаться на первый взгляд. Это, без малого, самое мощное решение, которое только можно найти в App Store. И спорить с этим совсем не приходится. Взгляните хотя бы на некоторые его возможности. Помимо основных и расширенных вычислений, калькулятор поддерживает режим программирования базовых расчетов. Есть здесь также конвертер единиц измерения и возможность построения графиков функций. Поддержка более 40 констант, расчет интеграла, производный и, само собой, обычный статистический калькулятор. При этом, несмотря на все его возможности, стоит отметить наличие довольно простого и адекватного интерфейса. Поначалу, конечно, кажется немного непривычно, но походу понимаешь, насколько на самом деле здорово и удобно. Признаюсь честно, меня данное приложение уже не раз выручало на контрольных и проверочных работах, так что, исходя из собственного опыта, яро порекомендую его к покупке каждому школьнику или студенту. Цена вопроса – 99 рублей. Фитнес в современном мире – это безусловный тренд. Следить за своим здоровьем стало действительно модно, и подтверждение тому поистине огромное количество носимых гаджетов, функционал которых вполне может составить неплохую конкуренцию едва ли не каждому тренеру по фитнесу. В частности, сегодня мне бы хотелось рассказать об одном из самых модных спортивных аксессуаров, на этот раз представляющих категорию умных браслетов. Встречайте, Jibon App 24. Это уже третье поколение фитнес-браслеты от компании Jibon. Устройство имеет привлекательный и стильный дизайн, легкий и удобный корпус, а также широкую функциональность. Благодаря большому количеству датчиков, спрятанных под корпусом браслета, данный гаджет способен отслеживать вашу ежедневную активность, например, подсчитывать количество пройденных шагов и сожженных калорий, или, скажем, следить за качеством сна. Сколько часов вы проспали, сколько раз просыпались и многое-многое другое. Как видите, устройство не имеет дисплея, поэтому необходимым компаньоном связки с браслетом выступает фирменное мобильное приложение. Путем регулярной синхронизации данных с браслетом через протокол Bluetooth 4.0 приложение подсчитывает всю необходимую информацию и в итоге предоставляет ее пользователю в удобном и информативном виде. Вся информация здесь разделяется на специальные карточки, отвечающие за еду, дневную активность и непосредственно сон. Каждая из них связана со специальным разделом приложения, позволяющим просматривать детальную информацию. Например, для сна актуально будет его качество или длительность, а, скажем, для еды – количество калорий или витаминов. Говоря о других интересных функциях браслета, стоит упомянуть и о том, что есть и здесь специальный трекер сна. Браслет имеет вибромотор и, как следствие, поддерживает функцию умного будильника, так вот с его помощью он, отслеживая фазы сна, сможет разбудить вас в оптимальное для организма время. Одним словом, встанете с легкой ноги. Интересной также показалась и возможность установки целей, например, как долго вы хотели бы спать, сколько совершать шагов и какой набрать вес. Ну, а может и наоборот сбросить пару килом. Почему нет? С помощью специальных карточек приложение будет давать вам различные советы, следуя которым вы легко выполните поставленные задачи. Батарею браслет держит порядка двух недель, только вдумайтесь в это, а заряжается от компьютера с помощью необычной комплектной зарядки. Занимает весь процесс около одного часа. Кстати, доступен G-Von App сразу в трех размерах, маленьком, большом и среднем. А, говорят, цветах корпуса в пяти. Темных черным и синим, а также ярких оранжевым, желтым и розовым. Стоит браслет порядка 7000 рублей, согласно данным Яндекс.Маркет. Ну что ж, а на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий High Tech News. Напомню, зовут меня Сергей. И прежде чем попрощаться, скажу лишь, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого, пока!